Жизнью это назвать сложно. Организован процесс следующим образом. Продуктовые наборы. Есть государственная программа, они распределяются через областную военную администрацию. Руководство военных администраций на местах их аккумулирует в разных местах, потому что неоднократные факты это попадание в склады, где было уничтожение, просто возгорание складов, естественно, полное уничтожение тех запасов, которые там находились. Через военную администрацию областную. Работа волонтеров. Подвоз хлеба волонтерскими организациями в укрытие. В укрытиях работают, я также отмечу, что по линии фронта отсутствие водоснабжения, электроснабжения, и где его восстановить возможно только после прекращения боевых действий, после того, как мы освободим всю территорию. Потому что километры линии электропередач просто не повреждены, а линия электропередач разрушена и повалена в местах их нахождения. Люди получают эту помощь и снова переходят и находятся в укрытиях. Естественно, о работе каких-либо предприятий, магазинов, продуктовых магазинов речь не может. И максимально это только находится, и которые своими героическими поступками ежедневно спасают жизни. Это подразделение Министерства общеизвучайных ситуаций областного управления. Это национальная полиция, которые выезжают на вызовы и в дальнейшем разбирают завалы, эвакуируют из-под завалов зачастую людей. То есть вся работа настроена на то, в данной ситуации, чтобы эти люди во всяком случае получили элементарный пакет для того, чтобы было на пропитание и имели возможность поддерживать свою жизнедеятельность. И, к сожалению, также усилия направлены на эвакуацию этих людей и зачастую спасение их жизней под разрушенными зданиями. Поэтому еще раз вот этот весь алгоритм подчеркивает, что насколько будет легче и акцентировано наше внимание на защиту рубежей, строительства там, где еще необходимо оборонительных сооружений, но без наличия людей в этих городах. Людям необходимо выходить из зоны комфорта, из своей привычной жизни, потому что враг, повторюсь, не становится ни перед чем.